Друзья, всем привет! Сегодня будем копать картошку самодельным картофельным комбайном к мотоблоку. Значит, друзья, в прошлом году, многие из вас знают, уже я копал картошку один, сделал контейнер к своей картофелекопалке, к мотоблоку. Ну и таким способом у меня получилось собрать урожай. Значит, такой как бы способ имеет место в жизни, хорошо получалось. Но я вам скажу, что я не сижу на месте, и всегда мне хотелось сделать что-то такое, чтобы, ну, к примеру, картошка сама поднималась с грохота и высыпалась, например, в ящик, на уровне пояса, ну, или в тачку. То есть, чтобы не поднимать вот эту вот всю тяжесть корзины с картошкой с земли. Значит, немножко поразмышляв, посмотрев некоторые видео в интернете, я пришел к выводу, что нужно делать какой-то подъемный механизм, типа транспортера или какого-то элеватора, или что-то такое, чтобы эту картошку с грохота поднимала вот саму и пересыпала в емкость, в ящик. Ну, я вам хочу сказать, что все у меня получилось. Представляю вашему вниманию, ну, не знаю, как его назвать, скажем так, барабанный транспортер к картофелекопалке. Ну, вот, друзья, такой вот общий вид. Все, что зеленым окрашено, это доработка. Вот, черный, это крутящийся барабан, транспортер. Так вот все выглядит. Значит, барабан вращается на четырех роликах. Вот такие самодельные ролики с капролона. Четыре штуки. Снизу тоже. Сам каркас барабана с профильной трубы 15х15. Ну, а в середине прутики на 6. Значит, приводом служит звездочка с мотоцикла ИЖ, которая надета на вал картофелекопалки. Это, получается, ведущая звездочка. Ну, и ведомая звездочка заднего колеса, тоже мотоцикла ИЖ. Звездочки стопорятся на валах болтом стопорящим. Потом идет вал, тоже самодельный, с трех кусков. Вот, на двух 204-х подшипниках. Ну, и звездочка, которая ведет барабан, тоже с мотоцикла ИЖ. Все же та самая ведучая звездочка. Значит, в середине самого барабана приварена цепь. ИЖ тоже по всему барабану, по наружному кольцу. Ну, и таким способом все работает. Значит, сзади приделал такую вот резину, чтобы картошка не влетала, а вся собиралась в барабан. Значит, переделал грохот, установил прутки на 12. Были у меня здесь на 8, с такими двойными снизу подпорками. И вот между этими подпорками двойными, как бы, застревал картофель. Вот. А теперь все четко, классно. Ну, друзья, расскажу основной принцип. Значит, картошка с грохота попадает в этот барабан, подымается. Вот. Барабан крутится здесь, не дает выпасть ей вот этот вот щиток. Щиток заканчивается, и картошка под силой тяжести падает вот сюда. Сейчас покажу, куда. Значит, падает вот в этот ящик пластиковый. Ящик очень легкий. Ну, а здесь ящика, естественно, уже потом пересыпаем, ну, куда кому нужно. Значит, забыл сказать, еще внизу приделал такую вот резинку для безопасности, так как барабан, когда крутится, вот. Вот эти вот перегородки, они, как бы, работают, как ножницы. И вот этот щиток можно повредить, как бы, руку. Ну, понятное дело, что туда никто не будет совать свои пальцы, но все-таки, если вдруг чего-то, то есть, можно убрать руку, если упрется в резину, там. Короче, так будет безопасней. Ну, и, друзья, больше ничего я не переделывал. Значит, по настройкам картофелекопалки все осталось так, как есть. Сделал, значит, кто меня спрашивал, на каком, как бы, варианте самого подрезающего ножа остановился я. Вот такой нож, как бы, оптимальный вариант. Почему полумесяцем его внутрь? Потому что, во-первых, ну, когда в транспортировочном, скажем так, варианте впереди достает, когда колеса транспортировочные ставим, то есть, нос уже тогда достает до земли. И, получается, нужно сам нож подрезающий поднять. Вот. Немножко я там убрал. Вот. И, как бы, при копке картошки уже, получается, в стороны не выкатывается. По поводу грохота. Значит, кроме того, что я переделал прутья на 12, я задрал максимально сам зад грохота, максимально вверх. Почему? Потому что у нас сейчас земля очень сухая. Попадаются очень много комьев в земли. Вот. И чтобы эти комья как можно дольше, как бы, тряслись на вот этом вот грохоте, чтобы они, чтобы они дробились, вот. Ну, нужен вот такой вот вариант. Понятное дело, что картошка сама уже не будет, как бы, спрыгивать. Вот. Ну, работает, будет, по принципу, одна другую толкает. То есть, когда уже грохот полной картошки, и, понятное дело, что впереди добавляется, ну, и когда некуда уже ей деваться, она будет, как бы, скатываться в сам подающий барабан. Ну, и, друзья, так как весу добавилось сзади, пришлось прицепить на нос мотоблока груз. Значит, грузы у меня впереди килограмм, наверное, 15. Стандартные, те, что я цепляю при работе с культиватором. Ну, и, друзья, по поводу регулировки самого барабана относительно, например, вот этой вот звездочки, и как выставить зазор, чтобы было четко. Значит, расскажу. Все ролики сделаны с эксцентриком. То есть, вот эта вот часть резьбы, она снесена в одну сторону. Все четыре ролика. То есть, можно таким способом или сжимать, или перемещать в какую-то сторону. То есть, ну, вот так. Значит, друзья, видео со всеми нюансами, со всей работой, как я делал, как у меня все получалось с этим агрегатом, вот, я выложу позже, так как все-таки хочется испытать, хочется уже выкопать картошку, ну, и показать вам всем, как все работает. Ну что, меньше слов. Поехали тестировать. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это, я так понимаю, бессмысленно Все, друзья, жду ваших комментариев Ставьте свои пальцы С вами был Юрий Сербин Работаем с удовольствием Работаем отдыхая Всем пока-пока Увидимся